Страницы русского прошлого в портретной литографии XIX века Литография, способ плоской печати с камня, был изобретен в конце XVIII века в Германии алоизом Зенефельдером в процессе поиска быстрого и дешевого способа размножения нот и рукописи. В скором времени изобразительные возможности этой техники оценили художники, и уже в середине 1810-х годов литография начинает утверждаться как самостоятельный вид печатной графики. Название «литография» происходит от греческих слов «литос» — «камень» и «графа» — «пишу», «рисую». На отшлифованную поверхность известковой плиты жирным литографским карандашом мастер наносит рисунок. Потом камень подвергается легкому травлению смесью азотной кислоты, воды и гумиарабика. Этот состав воздействует только на непокрытую карандашом поверхность камня. Затем валиком наносится типографская краска, которая впитывается лишь жировым рисунком пропорционально плотности карандаша. При печати на литографском станке изображение переносится в зеркальном виде в оттиск, почти без утрат. В оттиске оригинальный рисунок сохраняется во всех тонкостях при любом тираже. Вместе с тем ряд литографий существует в немногих порой единичных образцах. Уникальность некоторых эстампов объясняется тем, что известковая плита, хрупкая по своей природе, часто ломается при работе, и рисунок на камне утрачивается. Заслуга в появлении литографии в России принадлежит военным, которые заинтересовались техникой камнетеснения во время заграничных походов, завершивших Отечественную войну 12-го года. При штабах союзных армий этот способ печати уже широко применялся для размножения планов, карт и документов. Из двух первых литографских мастерских, возникших в Петербурге в 1816 году, одна была организована главным штабом при военно-топографическом депо. Из ее стен вышли и самые ранние художественные эстампы, которые были включены в первое издание мастерской, выпущенное уже в год ее основания. В него вошли и первые образцы русской портретной литографии. Среди листов альбома – портрет Федора Ивановича Шуберта, одного из основателей этой мастерской. Вторая мастерская была открыта при Государственной коллегии иностранных дел благодаря стараниям Павла Львовича Шиллинга, государственного деятеля, коллекционера и прославленного изобретателя-телеграфа. Становление русской художественной литографии пришлось на время, когда рисунок выделился в самостоятельный вид искусства. В начале XIX века на короткий срок карандашный портрет стал ведущим жанром. Мастера рисунка тех лет продолжали развивать форму камерного портрета, разработанную в эпоху сентиментализма. Лишенные парадности, небольшие по размеру и интимные по образному содержанию графические портреты пополняют в это время домашние портретные коллекции. Наряду с живописными работами они становятся украшением интерьеров, небольших гостиных и кабинетов. Из всех видов печатной графики литография оказалась наиболее близкой оригинальному рисунку. На известковый камень художник мог наносить изображение так же легко, как на листе бумаги, свободно воплощая свой творческий замысел. В литографскую печать можно было перенести сочный штрих и тонкую очерковую линию. Особенности живописно-тоновой манеры рисования так же переносились в оттиск. С помощью литографского карандаша можно было передать нюансы светотени и мерцания черно-белых контрастов. Эта печатная техника позволяла воспроизвести бархатистую мягкость пастельного рисунка, подражать прозрачным цветам акварели. Сама фактура литографского рисунка с чуть проступающей сетью точек от камня давала возможность передавать на бумаги тонкие цветовые соотношения, недостижимые при других способах печати. Литография восприняла искание русского портретного искусства начала XIX века. В это время художники стремятся передать все самое особенное, неповторимое в человеке – запечатлеть живой облик модели. В герое портрета подмечается его внутреннее состояние, широкая гамма чувств, настроение, подчеркивается внешняя простота облика. В эти годы появляются портреты зарисовки, исполненные итальянским карандашом. Импровизационная манера исполнения передавала непосредственное впечатление от натуры. В готовом эстампе сохранялась свежесть быстрого наброска, исполненного на камне. Заострение эмоционального состояния модели, входившей в авторский замысел незаконченность изображения, подвижный энергичный штрих – проявление романтических черт в портретах того времени. Первые серии портретов выдающихся людей России начали выпускаться в Петербурге уже в годы становления отечественной литографии. Самая ранняя из них – серия портретов исторических лиц, исполненная Алексеем Венециановым. Художник, плодотворно работавший в технике пастели, перенес в литографский рисунок бархатистую приглушенность полутонов. В ранней русской литографии значительное место занимают образы участников Отечественной войны 1812 года. Романтическим чувством овеян портрет генерала Ермолова, исполненный мастером рисунка и акварели Петром Соколовым. Портрет легендарного партизанского командира гусара Дениса Давыдова, несмотря на отсутствие воинского пафоса, воспринимается как собирательный образ героя войны 12-го года. Проводя параллель с литературой того времени, можно сказать, что это изображение сродни поэтическому жанру так называемой гусарской лирики. В начале XIX века был распространен обычай «дарить портреты в память о дружбе». Краткая дружественная надпись помещена на портрете Федора Глинки. Участник всех главных сражений войны, известный литератор, Глинка несколько лет был председателем Вольного общества любителей российской словесности. В 1821 году литографированный портрет Глинки по желанию его друзей был представлен на заседании этого общества. Проникнутый сдержанным воодушевлением, образ был создан известным графиком Карлом Бегровым. В 1820-х годах наступила пора наивысшего расцвета русской литографии. В это время техникой свободного рисунка на камне увлекся арест Кипренский, выдающийся русский портретист первой четверти XIX века. В Париже во время пенсионерской поездки Кипренский нарисовал на литографском камне и отпечатал портрет графа Федора Васильевича Ростопчина, с которым был знаком еще в довоенные годы в Москве. На нижнем поле листа слова «без дела и без скуки сижу, поджавши руки». По свидетельству современника, эти строки были сочинены самим Ростопчаным. Кипренский часто портретировал людей, с которыми был близко знаком или связан дружескими узами. Эти портреты трудно назвать заказными в строгом смысле этого слова. В них чувствуется личное отношение художника к модели, проницательное понимание особенностей душевного склада человека. В первой трети XIX века автопортрет, редкий в русском искусстве в прошлом столетии, становится важной темой в творчестве многих художников. Одним из первых среди литографов к этому жанру обратился Александр Орловский, знаменитый мастер бытового и батального жанра. Орловский был в ряду мастеров, стоявших у истоков русской литографии. Эмоциональная насыщенность, романтическая окраска образа – черты этого артистического портрета. В 1820-х годах в Петербурге выходило издание «Современники» – собрание литографических портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих. Автором этой портретной сюиты был Густав Гиппиус. Все портреты исполнены в стиле крупного альбомного наброска. Серия создавалась художником в то время, когда возрос общественный интерес к портрету, и литография чутко откликалась на духовные запросы в Риме. Портрет стал самым популярным жанром в технике литографии. Для серии «Современники» Гиппиус исполнил портрет Александра Сергеевича Пушкина, вошедший в прижизненную иконографию поэта как один из самых достоверных. Память о многих современниках Пушкина освещена светом его таланта и самой его личности. Портреты лицейских товарищей Пушкина и адресатов его лирики, его собратьев по Перу и замечательных женщин, вдохновлявших поэта, передают духовную атмосферу той поры. Они открывают нам настроение лучшей части русского общества пушкинской эпохи. К наивысшим достижениям русской литографии принадлежит портрет Аграфена Федоровны Закревской. Он исполнен Егором Гейтманом с живописного оригинала Джорджа Доу. Этот портрет виден на гравюре, изображающей посещение Александром I мастерской Доу в Зимнем дворце. Пушкин в поэтических посланиях Закревской называл ее «беззаконною кометой», «клеопатрою Невы». На черновике «Посвящение графине, дар напрасный, дар случайный» поэт начертил пером набросок портрета Закревской с живописного оригинала. Этот портрет Василия Андреевича Жуковского знаменит начертанным на нем посланием, которое глава русского романтизма адресовал молодому Пушкину, победителю-ученику от побежденного учителя, в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила» – 1820 марта 26-го Великая Пятница. Литография XIX века живо откликалась на важнейшие исторические и общественные события жизни страны. Однажды она оказалась вовлеченной в сферу высокой политики. 19 ноября 1825 года в Таганроге неожиданно скончался император Александр I. В силу того, что официальный акт об отречении великого князя Константина Павловича от престола отсутствовал, в Петербурге и Москве присягали императору Константину I. По получению из Варшавы 13 декабря подтверждение об отречении Константина от престола произошла переприсяга в Зимнем дворце. Портрет нецарствовавшего императора с надписью на французском языке «Константин I и император всероссийский» исполнен Карлом Бегровым в короткие дни междуцарствия. Печать эстампа была выполнена небольшим тиражом, и поэтому он сразу же стал представлять большую редкость. В 1820-х годах художников все больше привлекает техника акварели, цветной карандаш и сангина. Манера штрихового карандашного наброска, присущая стилю рисования начала века, уходила в прошлое. Художники все чаще отдавали предпочтение тональной разработке изображения. Тончайшая живописность отличает литографии знаменитого акварелиста Петра Соколова. Живописная трактовка изображения лежит и в основе портрета декабриста Никиты Муравьева, одной из лучших литографий мастера. Многие работы Соколова переводил на камень Александр Васильевский, ученик и друг художника. Блестящий мастер репродукции Васильевский деликатно передавал в литографском рисунке тончайший колорит акварельных оригиналов. В портрете жены Никиты Муравьева Александры Григорьевны он виртуозно воспроизвел прозрачную тональность акварели Соколова. Эта акварель была исполнена специально, чтобы передать ее Никите Муравьеву, заключенному в Петропавловскую крепость. В сибирской ссылке декабрист хранил этот портрет до самой своей смерти. Литография оставалась в семье Муравьева. Большое количество изображений знаменитых людей России вышло в свет в изданиях, основанного в 1822 году «Общество поощрения художников». Одним из основателей общества был Петр Андреевич Кикин. Герой войны 12-го года, статс-секретарь Александра I, он был человеком, сведущим в вопросах искусства и принимал большое участие в судьбах русских художников. Литографии, как наиболее демократическому и доступному широким массам виду искусства, общество отводило важную роль в осуществлении своей просветительской программы. Большое значение придавалось распространению репродукционной литографии. Общество привлекло к работе живописца, профессора Академии художеств Александра Варныка, которому было поручено следить за подготовкой рисунков для литографии. Автопортрет Варныка перевел в литографию Владимир Погонкин, один из ведущих литографов Общества поощрения художников. Во второй четверти XIX века у художников возрастает интерес к групповому портрету. В семейных портретах того времени отразился интерес к жанровым сюжетам. Обаяние этих работ заключено в поэтизации жизни частного человека и внимании к бытовой среде, к мелочам бытия. Литография середины столетия не обходит вниманием эту линию портретного искусства. Живописный портрет семьи Турчениновых, работы Зарянка, перевел в печать литограф Пашенный. Это произведение – образец картинного портрета, в который привнесен элемент жанра. Особый круг литографических памятников составляют портреты членов русского императорского дома. Замечательный художник представил монарха в виде благотворного светила в России в венце славы. Мысль, исполненная поэзией, а рисунок, достоин славы Кипренского. Так писал о портрете Александра I литератор Павел Свиньин, видевший литографию еще в момент печати. Изображение Александра I в круге зодиака Кипренский исполнил с бюста работы Торвальдсона. Этот портрет был налитографирован художником незадолго до кончины императора. Литографии с портретами семьи императора Николая I исполняли лучшие мастера рисунка на камне второй четверти XIX века. Среди них было немало иностранцев. Портреты императрицы Александры Федоровны, ее дочерей и невестки цесаревны Марии Александровны выполнялись с полотен английской художницы Кристины Робертсон, бывшей в ту пору в большой моде среди русской аристократии. Подлинным украшением галереи русского портрета XIX века предстают женские образы. В портретах замечательных женщин прошедшей эпохи во всей полноте раскрылось богатство изобразительных возможностей литографии. Актриса Варвара Асенкова блистала на сцене Александринского театра в 30-х годах XIX века. Ее изображение – цветная литография. В этой технике для получения многокрасочного оттиска для каждого цвета применяется отдельный литографский камень. На каждом камне художник рисует только те части изображения, которые будут печататься определенным цветом. При точном совмещении камней получается многоцветный оттиск. В 1830-х годах появляются больших размеров портреты сановных лиц, знати, военных высокого звания. Такие литографии служили как для фамильных репрезентаций, так и для украшения государственных учреждений. Получают распространение строго оформленные, простые по композиции портретные изображения, основанные на внешне упрощенном рисунке. Появление такой демократической формы портрета отражало новое направление русской художественной культуры, вдохновители которого призывали воспроизводить действительность во всей ее правде. В 1851 году вышел первый номер иллюстрированного издания «Русский художественный листок». За 10 лет на страницах издания появилось более 400 портретных изображений. Основателем русского художественного листка и автором большинства рисунков и литографий к изданию был Василий Тим. В годы Крымской кампании в этой художественной хронике впервые были опубликованы портреты легендарных русских флотоводцев, хирурга Пирогова, а также простых солдат. Часто портреты зарисовывались Тимом прямо на местах сражений. Адмирала Нахимова художнику удалось зарисовать только со спины, так как флотоводец не позволял себя портретировать. Со временем эта работа стала оригиналом для последующей иконографии Нахимова. В то же время в подписях ко многим литографиям указывалось, что оригиналами для них служили дагеротипы и фотографии известных петербургских мастеров светописи, так называли фотографию в XIX веке. Искусство фотографии, известное в России с начала 1840-х годов, оказало заметное влияние на развитие портретного жанра. Во второй половине XIX века оригинальная художественная литография, авторская и репродукционная, утрачивают свою прежнюю роль. В 1859 году издатель Мюнстер приступил к печати серии литографий «Портретная галерея русских деятелей». В нее вошли около 200 эстампов. Литографом всех портретов был мастер репродукции Боррель. Многие эстампы были выполнены им по фотографиям, о чем свидетельствует почти документальная стилистика литографии. В обширном корпусе портретов выдающихся современников – образы русских музыкантов. Алексей Федорович Львов, военный инженер и общественный деятель, сочетал в себе дарование скрипача, композитора и дирижера. Львов вошел в историю как автор музыки на слова Жуковского «Боже царя храни», ставший русским гимном. В его доме часто устраивались музыкальные вечера, его домашний салон славился игрой струнного квартета. Литограф Александр Лебедев был известен как иллюстратор и карикатурист. Портреты Достоевского и Льва Толстого исполнены им в виде выразительных шаржей. Эти листы входили в карикатурный альбом современных русских деятелей журнала «Стрекоза», издаваемого художником. Работы Лебедева демонстрируют, какой путь прошла портретная литография от камерных изображений в романтической стилистике к почти документальному характеру портретов и портретов с сатирическим оттенком. Новая волна интереса к графическому портрету, в том числе и литографированному, поднимается в творчестве художников нового поколения на рубеже 19-20 столетий. В 1900 году в издании журнала «Мир искусства» была выпущена сюита 15 портретов русских художников, исполненная участниками этого объединения. Мастера эпохи модерна «Мир искусники» оценили изобразительные возможности ранней литографии, вдохнув новую жизнь в этот вид искусства. Творчество Бакста, Серова, Остроумовой и Лебедевой и других мастеров мира искусства завершило историю русской литографии 19-го столетия. Субтитры создавал DimaTorzok